Привет! Привет, друзья! Сегодня я пришла еще в одно тайское кафе. Это время обеда. И это кафе расположено на холме Будды. Я хочу показать вам суп. Еще один с фрикадельками, который я здесь также заказала. И сейчас мне его принесут. Вот так приятно смотрится. Здесь этот суп с фрикадельками. Очень много овощей, фрикадельки. Вот еще лапша тут, как ни странно, видите? Вот эта вот стеклянная лапша. И, по-моему, еще грибы. Да, ну и, конечно же, пеции их, как обычно. Надо будет попробовать. Чили добавить. Попросила соль, но соли, как обычно, нет у них. Сейчас попробуем, что это такой за супчик. И ложка такая интересная. Все здесь немножко по-другому. Супчик оказался недосоленным. Но, как я не старалась попросить соль, мне принесли всего лишь навсего вот этот, как его, соус. Этот соевый соус довольно соленый. И поэтому я его немножко добавила в суп, чтобы хотя бы дать ему какой-то вкус. Ну вот, понимаете, как интересно опять. Вот у них сахар тут, пожалуйста, есть. Шуга. А соли нет, к сожалению. Какие-то еще специи, специи. Здесь уже в связи с тем, что европейцы обедают в этом кафе, это без спайси, то есть без какого-либо перца и не горькое. Ну, буду пробовать дальше. Я все-таки рискнула добавить немного перца чили. Ну, потому что, вы знаете, бульон не наваристый. Суп такой абсолютно никакой. И вот эти вот овощи, они сырые практически. Единственное, что вареное, это вот эти грибы. Ну, а это вроде как фрикадельки из свинины, но они все разваленные. Она мне предложила еще добавить риса сюда, но, по-моему, рис уже здесь ни к чему. Ну, если к тому же есть лапша, то слишком будет густо еще и рис. Ну, в общем, друзья, приятного аппетита! Будем пробовать новую тайскую еду. Вот пришли два англичанина, просят что-нибудь дать, чтобы не было сахара. Единственное, что им нашли, это просто обычная вода в бутылках. Ну, и вот они решили еще и мороженое взять. Да, я вам не сказала, что вот этот суп, он стоит 80 бат, потому что это кафе здесь считается в центре, холм Будды, посещается туристами весьма активно. И, конечно же, как только оживленное место, так и цены выше, чем обычно. А суп том-ям, здесь, я посмотрела, стоит 200 бат. 150 том-ям с курицей и 200 бат том-ям с морепродуктами. Ну, я 200 бат что-то даже пожадничала и платить, вы знаете. Тем более, что я не знаю, какой вкус здесь у суп том-ям. Ну, вот, англичане, видите, тоже отдыхают. Вот такие вот, довольно-таки уже возрастные мужчины. Очень часто мужчины ездят без женщин. Вдовцы. Это тоже интересный факт, который заслуживает внимания, по которым я вам рассказывала и поясняла много раз, что остаются много мужчин в Англии вдовцами. Женщины умирают раньше. Вообще, у нас сегодня воскресенье, 16 февраля 2020 года. и мой отдых в Таиланде продолжается. Вы знаете, я сегодня не завтракала вообще, только попила горячей воды с лаймом, и поэтому очень проголодалась. И супа здесь, конечно, очень много, но не сказала бы я, что мне нравится этот вкус. там подслащённый бульон. Не знаю, я не люблю сладкую еду, особенно, если это первое. Вообще, тайцы обычно готовят вкусно, вы знаете, специфически, конечно, но бывает вкусно. Вот это как-то мне не вдохновило. Я даже не пойму, на что похож вкус этого супа. Вот такое впечатление, что они просто отдельно варят бульон, а может быть, даже кубики добавляют, потому что что-то тут похожее, вы знаете, вкус такой похожий на кубик Галина Бланка. Вот. А потом вот отдельно сваренные вот это вот лапша стеклянная, отдельно переваренные грибы и зелень. Они добавляют просто сюда в этот бульон и вот так подают это блюдо. Вот мне кажется, что это так. Все вместе, если бы это готовилось, то оно бы выглядело по-другому. И вкус бульона был бы тоже насыщен вкусом всех вот этих вот овощей, которые должны были бы в нем вариться. Ну, это такое мое, знаете, восприятие. И еще одно тайское кафе. И тайская музыка приятная звучит, если вы слышите. Вот здесь меню. Все недорого, но вот к сожалению у них нет том-ям. я сейчас попробую заказала с морепродуктами какое-то блюдо. Называется по-тайски, даже не знаю, сейчас принесут, вам покажу. А посмотрите, я хочу показать вам, какой странный куст, дерево, посмотрите. Оно растет из одного ствола, и у него разные цветы, разного цвета. Как интересно, розовые, красные, белые. Впервые я вижу такое. И это кафе, оно такое довольно живописное. Видите, тут такие соломенные крыши приятные. И это, как обычно, в центре Атана против уже теперь лагуна Бэйуан. Сейчас принесут и посмотрим, что там будет. Дождалась я свое блюдо странного вида креветки. Я даже не пойму, они что, сырые мне дали креветки, да? Посмотрите, они не красные. Ой-ой-ой. Ну, и это, судя по всему, просто какой-то салат. Сейчас буду пробовать, сейчас вам расскажу. И вы представляете, что эти креветки, они мне дали сырые. я их выцарапала все. Попросила, чтобы они мне их все-таки сварили. И вот они мне их отдельно сейчас сварили, принесли. Видите? Вообще тихий ужас, конечно. Если не знаешь какие-то тайские блюда, называется себе на страх и риск заказывать. Вот кушайте сырые креветки. Я попробовала, но невозможно же это кушать. даже не знаю, как называется вот эта ерунда. Короче, это что-то типа салата опять же из зеленой папайи. Вот это зеленая папайя, помидоры, вот здесь вот стручковые, зеленые стручковые фасоль, да, или горох, не знаю, ну и лайм, конечно, как обычно. И вы знаете, настолько это все перченое, настолько это все огненно, спайс, перец в рот не взять. Ну вот, понимаете, я в этом кафе впервые и, как говорится, решила попробовать, но вот мой опыт не удался. Сейчас я это, конечно, съем, попытаюсь, креветки. Вот, посмотрите, что у них здесь еще со специями, тоже, по-моему, вам рассказывала. Соли здесь у них нет, вообще не бывает. Вот, сахар, и дальше разного рода. Вот это вот такой вот перец чили с каким-то соусом. Вот здесь водичка тоже, как бы, перца чили. И здесь еще настойка перца чили. Все это очень-очень острое. И вот, пожалуйста, еще вот такая настойка, миленький, свежий перец чили, уже не сушеный, да? Вот так. Вот так я крышечку открыла, видите, там еще кусочек лайма опять. И нарезаны этот перец чили, как обычно, свежий. Запах вырви глаз. Ну, что, сегодня мой обед не удался, друзья, вы представляете, я не смогла это съесть. Это настолько перченое. Ну, я вообще-то и так-то, в общем-то, трудно привыкаю к сильно перченому, но здесь это невыносимо просто перченое. В рот не взять. Я оставила все это. Попыталась, попыталась. Короче, сегодня я осталась голодная, скажу я вам. Ну, вот это удовольствие. Вообще, тарелочка очень маленькая, стоит 60 бат. Вроде бы, как не так и дорого, но тут есть нечего абсолютно. В общем, больше я в этот кафе не ходок. Это конкретно все-таки, наверное, для тайцев еда. Они любят спайси, ну, а вот туристам обычно они не кладут столько спайси, но у них, наверное, все в одном каком-то чане готовится, поэтому невозможно я отдышаться не могу. Я пошла. Все, друзья, сегодня мой обед не удался. Пока-пока. Опять я ем суп том-ям. Том-ям с морепродуктами. Вот теперь такая огромная тарелища. Стоит 80 бат. Но это в тайском кафе. А вообще он стоит 100 и 120, если на русском квартале. приятного всем аппетита. И еще один суп том-ям еще в одном тайском кафе. Везде немножко разные, но все равно примерно одинаковые. Вот здесь вот такой. Это только что мне принесли. Видите, тарелка не полная. Стоит 60 бат. очень перченый, но вкусный. Вообще для супа там-ям они всегда подают, видите, ложку и вилку в суп. И этот суп странным образом совмещен. Здесь мясо курицы белое и также кальмары и креветки. Видите, здесь у них все вместе. Ну, ничего так, вкус нормальный. Вот такие бананы местные. 25 стоит вот такая связочка бананов. Это грейпфрут, а это не знаю, что за фрукт. Ну, и лайм, конечно же. Арбузы 35. Сейчас спрошу за килограмм или за один. Ну, да, 35 стоит один арбуз, но он какой-то маленький, я не стала покупать. А я иду в магазин 7-11. Магазинов 7-11 настроили сейчас очень много новых на каждом шагу. Здесь можно что-то купить для себя, молочное, ну, то есть только молоко, если из молочных, сыра здесь у них не бывает, я это рассказывала вам. Вот, какие-то вот эти вот сухие печенюшки. Есть кое-что из полуфабрикатов. Вот 45-47 тайских бат. Вот здесь вот курица и рис кусочками 230 грамм 45 бат. Можете разогревать в микроволновке и кушать. Вот здесь риса полно какого хотите. 20 бат вот такая вот упаковочка вареного риса. Сосиски, пожалуйста, смотрите. Цены в батах 42, 36, 39. Я этих сосисок не знаю, никогда не пробовала и даже не хочу. вот здесь какой-то бекон 50-52. Вот целая стеллаж с чипсов. Так, и здесь вот напитки. Напитки, вода, ну, воду, я вам сказала, покупаете бутылку за 45, 5-литровую, потом за 5 бат наполняете ее на улице в такие специально автоматы с питьевой водой. Здесь вот еще в большом количестве вот такие вот водоросли сушеные. Я так понимаю, что это ламинария. Ну, и, конечно же, сиамские коты. Кошак. Кошак-мошак. Он даже не шевелится. Посмотрите. Он жив-то хоть? Ты жив или что? Вот такой сиамский кот конкретный местный. еще я сейчас попробую вам найти вот этих тайских собак, которых здесь огромное количество просто везде. Они плодятся, множатся. Они, вы знаете, я думала, что они как-то с хозяевами, но тут уже половина бездомных, я так понимаю. И вот конкретно здесь, по вот этой вот маленькой улочке между 5,6 я шла как-то. Я приехала ночью и вот я шла здесь с чемоданом. Это примерно было уже в час ночи. Представляете, людей никого. И вот эти собаки. Их, наверное, было тут целая свора штук шесть. И они стали лаять. Одна какая-то залаяла, они выскочили все. И они бежали мне навстречу с такими агрессивными мордами. Я собак вообще-то не боюсь, но здесь они же могут покусать и пойти потом ищи тут виноватых. Я, честно говоря, очень испугалась. Я стала прятаться за чемодан, кричать пошли вон. Но они лаяли долго. Вот они эти собаки. Они еще сейчас вечером ну не агрессивные, скажем так, хотя вообще-то тоже что-то недоволен. А вот ну что, а вот ночью они начинают гавкать и нападать. Вот видите, вот они уже кучкуются и они как-то странно себя ведут. Практически по всей улице вот эти собаки и уже наступает вечер и они уже, понимаете, сон у них прекратился дневной. Вот они, пожалуйста, посмотрите, сколько их здесь. И они огромные. И они агрессивные. Вот я, когда шла ночью здесь одна, они просто на меня набросились всей вот этой сворой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова